В Дагестане в самом разгаре сбор урожая сладкого солнечного фрукта – абрикоса. Он в республике растет буквально повсюду – во дворах, вдоль дороги и даже на горных вершинах. Один из лидеров поставки – плода, он Цукульский район. Там имеется около 500 гектаров абрикосовых садов и в благоприятные годы с этих плодовых насаждений собирают в пределах 8 тысяч тонн урожая. Подробнее о процессе сбора и дальнейшей реализации сочной продукции в сюжете Карина Баталовой. У Цукульский район в этом году счастливчик. Грады непогоды обошли стороной эту плодородную землю. А это значит, что абрикосовые сады принесут хороший урожай. Несколько недель назад первые плоды созрели в селе Гимры. Позже эстафету приняли Ирканай, Аракани, Ашильта, Балахани. В селе Майданское абрикосовым садом владеет Расул Муртазалиев. Уже больше 20 лет бывший инженер занимается сельским хозяйством и признается, что очень любит свое дело. У меня еще другой сад на горном склоне. Я там землю взял в аренду около одного гектара. Там вырастился с помощью этой техники и сам сконструировал насосную станцию, подаю туда воду. Вот так и занимаюсь. В садах Расула растет 4 сорта абрикосов. Краснощекий, Шалах, Ханабах и именуемый местными жителями Дедовский. Предпочтение отдается сорту Шалах. Плоды более крупные, товарный вид лучше и реализуются быстрее. Кстати, о реализации. Более 60% урожая абрикосов отсюда вывозится в центральные регионы нашей страны. За солнечным фруктом приехал и предприниматель Алясхаб Магомед Султанов. Вот абрикосы дагестанские. Каждый год сюда езжу, закупаю, еду в Россию, в центральную Россию. Наши города Ростов, Москва, Питер, Воронеж. Очень сладкий абрикос, экологически чистый. Тем не менее, проблема реализации абрикосов все еще волнует фермеров. По словам главы района, лишь недавно в столице республики наконец появилось место для продажи фрукта. Проблема у нас, конечно, еще и с переработкой абрикосов. Раньше, хотя у нас в районе были действующие три консервных завода, которые перерабатывали это на сегодняшний день, все они находятся или в консервации, или полностью умерли. Хотелось бы обратить, чтобы на это обратили внимание Абнусин Мухидинович и глава республики, чтобы в этом направлении нам помогли. В этом году у консервных заводов Дагестана в планах переработать 350 тонн абрикосов. В масштабах республики это небольшие цифры. Но пока на рынках российских городов наши абрикосы пользуются спросом, фермеры могут смело расширять свои сады. Урожайность, даже если охозпроизводители и граждане, ведущие личное посольное хозяйство, радует. Радует также цена, которая сложилась на сегодняшний день. Абтовая цена от 40 до 70 рублей. Мы в этом году ожидаем собрать в данном районе около 80 тысяч тонн. Это почти около 40% на сегодняшний день урожая собран. До конца сезона осталось совсем немного. Ближе к июлю здесь соберут последние плоды. А это значит, что нельзя терять время и нужно поскорее закупаться этим сочным сладким фруктом. Карина Баталова, Патимат Кадеева, телеканал ННТ, Унсукульский район.